Этой зимой температура часто колебалась от минуса к плюсу. Выпадали обильные осадки, поэтому снег сильно обводнён. Запас воды в снеге – 228 мм, что составляет 202,5% о среднем многолетней норме. По словам специалистов, на озере протяжном до перелива осталось всего 10 см. Для сравнения, в прошлом году это значение составляло 1,5 м. Учитывая текущую ситуацию, в городе может сложиться сложная паутковая обстановка. Сейчас доведут информацию о количестве осадков и объёмов снеговой нагрузки и водяной нагрузки на территории города, которые на сегодняшний момент складываются. Но она не хотела бы сгущать краски, но не очень хорошая, особенно касаемо водозапасов в снеге. Потому что видели, какой в этом году зимняя погода была, снег, после этого дождь, серьёзно обводнены. Снегозапас. Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по подготовке к предстоящему паводку прошло в здании администрации. Представители организации и предприятий города докладывали о готовности к снеготаянию. Специалисты уже начали работу по очистке дорог к водоёмам и ливневых канализаций, обследованию дамб и гидротехнических сооружений, на оценку их способности к пропуску весеннего паводка. Также до членов садоводческих товариществ доведут информацию о рисках подтопления территорий и правилах поведения в период паводка. Люди организации у нас работают, водоотводные лотки и трубы дочищаем. В платной стоянке, в заборах, в водоотводный лоток расчищается сегодня. Аварийный запас песка лечебния на базе имеется. Имеется в рабочем состоянии водооткрышная техника, водоотклонка и лосос. Также создают оперативные и аварийно-спасательные группы, формируют запас сил и средств в случае чрезвычайной ситуации. На решение остался вопрос об уровне сброса реки Сатис и создание запаса на прием талых вод с территории города и близлежащих районов. Управление ГОИЧС напоминает саровчанам, что при активном таянии льда и плюсовой температуре выход на лед опасен. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.